Библейский портал экзегет.ру представляет 33 глава пророка Иеремии. Я читаю перевод Луки Маневича для библейского портала «Экзегет». Я напомню, что Иерусалим в осаде. Это уже та осада, которая закончится его окончательным разрушением в 586 году до н.э. А Иеремия арестован как вражеский вавилонский агент, потому что он призывает сдаться вавилонинам и говорит, что это слово Господне, а не просто его трусость. Он сидит в тюрьме на дворе стражи, как это тогда называлось, но он не приставит от этого быть пророком. И было Иеремии слово Господне, второе за то время, пока он был заключен во дворе стражи. Первое было про покупку земельного участка в прошлой главе. Так говорит Господь, Господь, создавший землю, тот, кто облик ей дал, ее упрочил, тот, чье имя Господь. Призови меня, я отвечу, возвещу тебя великому недоступному о том, чего ты не знаешь. Так говорит Господь, Бог Израиля, о домах этого города и о царских дворцах Иудеи, которые рухнут пред мечом осаждающих. Жители их идут сразиться с халдеями. Халдеи – это вавилония, не просто другое название. Но дома эти наполняются трупами. Я буду губить жителей в гневе моем и ярости, ибо я скрыл лик мой от этого города за все их злодейства. Я дарую городу излечение и исцеление. Я исцелю их и открою им путь мира и правды. Какой-то противоречий в этих словах. Но на самом деле противоречия особого нет. Этот город наполнялся трупами, несправедливостью и угнетением. И сейчас он наполнится трупами, несправедливостью и угнетением, но уже не от его жителей, а от вавилония. Ему будет положен конец. Но тем не менее город будет излечен, просто не сразу. И он будет исцелен и восстановлен. То есть вот эта война – это хирургическая операция, это вскрытие гнойника, это удаление опухоли. А потом будет исцеление. «Я верну из плена Иуду, верну Израиль, укреплю их, как прежде. Я очищу их от преступлений, против меня они грешили. Я прощу им все преступления, против меня они грешили, против меня восставали. Станет для меня этот город радостным именем, хвалу и славу и у всех народов земли. Услышат они о благе, которое я даровал этому городу. Затрепещут они, задрожат, узнав о благе мира, что я даровал этому городу». Вот, смотрите, затрепещут и задрожат. Да, такая ситуация политической конкуренции, разные страны. Ну, не очень дружелюбно друг к другу относятся. Так говорит Господь. Об этом месте вы говорите. Это пустыня, нет здесь ни человека, ни зверя. Но в городах Иудеи, которые ныне опустошены, на улицах Иерусалима, где ныне не осталось ни единого жителя, ни людей, ни животных, здесь вновь будет раздаваться голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Здесь будут раздаваться возгласы людей, приносящих благодарственные жертвы в Доме Господнем. «Благодарите Господа воинств, ибо благ Господь, ибо милость Его вовеки». «Я переменю участь этой земли, и все будет, как прежде», – говорит Господь. Ну вот, наконец, что-то хорошее. Но это не значит, что Вавилонинам не надо сдаваться. Так говорит Господь воинств. «На этом опустевшем месте, где не осталось ни человека, ни зверя, возле всех этих городов еще будут пастбища, на которых пастухи отдадут отдых своим стадам. Возле городов в горах и возле городов Шефелы, Шефелы – это между Нагорем иудейским и побережьем, возле городов Негевы и в земле Вениаминовы, в окрестностях Иерусалима, возле всех городов Иудеи вновь будут пастись стада под властью того, кто будет о них заботиться, – говорит Господь. «Настанут дни, – говорит Господь, – когда я совершу то благо, которое я предрек дому Израиля и дому Иуды. В те дни, в то время, по моей воле произрастет праведная ветвь, потомок Давида, и будет он вершить на земле справедливый суд». Ну, вот такие пророчества мы привыкли называть мессианскими. Праведная ветвь – слово, которое обычно обозначает законного потомка, представителя династии. Вот от династии Давида будет еще один царь, и это будет правильный, хороший царь, не какой-нибудь там злодей, каких было довольно много. А наивысшая вот эта форма правильного царя – это мессия, тот, кто приходит для спасения Израиля, Иудеи, да и всего человечества, по-гречески – Христос. То есть здесь, может быть, Иеремия говорит о каком-то хорошем царе, который еще будет в городе, но это, конечно, указание на царя благого с большой буквы, который воплощает в себе эту идею в наивысшей степени. «Все дни Иудея спасется, Иерусалим будет жить безмятежно, и зваться он будет так – Господь, оправдание наш». Название, которое, собственно, означает, что Господь есть тот, кто дает праведность Иерусалиму. «Оправдание» здесь, может быть, не очень хорошее слово в переводе – то, что делает Иерусалим праведным. Это именно его воля, его желание. «Ибо так говорит Господь. Род Давида, правящая династия, к царю Давиду, который был угоден Богу, род Давида не пресечется на престоле Израиля, и всегда будут священники левиты совершать предо мной все сожжения, сжигать хлебные приношения и совершать ежедневные жертвы». Уже две тысячи лет этого не происходит. Значит, Иеремий тоже не все видел. Он представлял себе вот это служение в той форме, в которой оно было. Но после разрушения храма, следующего разрушения, в 70-м году уже наши эры римлянами, а не вавилонинами, как здесь, он предвидит, что все будет разрушено. Вот после того разрушения, собственно говоря, вот эта череда жертвопредношений прекратилась, но с точки зрения христиана она продолжается в христианском богослужении. То есть левиты приносят всесожжение не в том смысле, что они режут быка, кладут его на алтарь. Этого не происходит уже скоро две тысячи лет. Но в том смысле, что это жертвоприношение совершается в их христии, да, и поэтому Иеремий не ошибся. Он просто, может быть, еще не знал, как это будет по внешней форме. И было Иеремии слово Господне. Как говорит Господь, как ни в силах вы расторгнут, договор мой с днем, договор мой с ночью, и в свой черед день и ночь наступают. Вот в мире есть такие вещи, как рассвет и закат, да, вот никуда от них не деться. Это он описывает, как договор Бога со светилами. Так не будет расторгнут мой договор с рабом моим Давидом, и потомки его будут править на его престоле. Так не будет расторгнут мой договор со священниками левитами, моими слугами. Небесное воинство не исчислить, песок морской не измерить. Так я умножу потомков, раба моего Давида и слуг моих левитов. Вот это будет постоянно, это никуда не денется. И было Иеремии слово Господне. Разве ты не видишь? Эти люди говорят, отверг Господь два племени, которые избрал раньше. Презирают мой народ, больше не считают его народом. Два племени, какие конкретно называются здесь, трудно сказать однозначно, но, по крайней мере, Северное Царство уже уничтожено, там не два, а больше. Ефрема, Моносея, может быть, два главных племени Северного Царства. Так говорит Господь, как заключил я договор с днем и с ночью, как утвердил законы неба и земли, так не отвергну я потомков Иакова, потомков раба моего Давида. Из них буду выбирать владыку над потомками Авраама, Исаака и Иакова. Я верну их из плена, помилую. То есть, даже изгнанные северные племена, они, тем не менее, или колено, они, тем не менее, не лишились Господней милости, этот договор не расторгнут. Просто вот по его условиям сейчас с ними происходит то, что с ними происходит, но эти договора неотменимы, они остаются навсегда, поэтому будет возвращение этих племен тоже. Опять-таки, в буквальном смысле его не произошло. Кто сегодня знает про Ефремлин или про племя Моносии, кто себя сейчас считает принадлежащим к племени Моносии во всем мире? Таких людей нету, хотя, наверное, потомки их существуют. Но, опять-таки, это в некотором другом смысле сбывается. То есть, расточенное собирается. Вот все эти народы, которые здесь даже не упомянуты, в конце концов, мы с вами, мы тоже часть этого договора, хотя Иеремия о существовании наших предков, скорее всего, кто ничего не знал, если мы там, скажем, славяне. Вот. И тоже в этом видна некоторая ограниченность пророка, его кругозор. Он проникает в суть событий, но он выражает его на языке своего времени, может быть, очень несовершенным, неполным, не представляет себе это иначе, как жертвоприношения, которые постоянно совершаются, как те самые племена, которые, ну, может быть, уже даже и отсутствуют на карте мира, но, по крайней мере, память о них свежа. А мир очень переменчив, смыслы не меняются, формы меняются обязательно.